Мы продолжаем читать 12 письмо из писем Баламута. Напомню, что письмо у нас, хоть и небольшое, оно о том периоде, когда у человека происходит охлаждение ревности и либо субъективно, либо объективно благодать в нем умаляется. Человеку начинает становится тяжело молиться, не хочется молиться, не хочется ходить в храм. Но человек еще продолжает некий более или менее привычный уклад, близкий к церковному, более или менее привычное следование правилам, ритму, заведенному в период ревности. Но все это вызывает у него сначала напряжение, а потом, что очень характерно, раздражение. Вот, и в результате получается такой сюжет, такой эпизод, такое состояние, которое мы закончили прошлую нашу беседу, вспомнив фильм, притчи о молитве, когда в храме полно народу, храм битком набитый, и никто в нем не молится. То есть, случись оказаться там, этому монаху, этому старцу, оказаться видимым образом и попробовать вызвать людей к молитве, никто бы не среагировал. В лучшем случае, в худшем случае, людей бы это раздражало. Вот и сам с этим сталкивался, и сам слышал таких людей, когда там говоришь о молитве, они с раздражением говорят, а толку-то что? Как будто от молитвы есть какой-то толк. Ну, молилась я, ну и что? Ну, читала я, ну, причащалась я, ну, исповедовалась, ну и что? Как было плохо, так и есть плохо. Ничего это не работает, но человек продолжает ходить в церковь, продолжает исполнять какую-то очень упрощенную меру постов. Вот, понятно, что не так поститься, как нужно, но, тем не менее, успокаивать себя тем, что он все-таки какие-то посты соблюдает. Там, допустим, в пятницу не ест мясо или вообще не ест мясо, потому что, ну, вот есть люди, которые терпеть его не могут и не едят. Или, там, скажем, в какой-нибудь сочельник мясо не едят. Не важно, важно, что они хотя бы 3-4 раза в год постятся. Вот, это связано у них с традицией. Они изредка приходят в храм, даже, может, и не изредка, изредка причащаются. Они могут работать в храме, там, мыть полы, чистить подсвечники, работать в столовой, трапезной или на кассе, петь, читать, даже быть алтарником. Но при этом внутренняя жизнь никакой, и само напоминание об этой внутренней жизни вызывает у них раздражение и ропот, возмущение. И Льюис настаивает, что для того, чтобы это кончилось, для того, чтобы это состояние прекратилось, само оно не прекратится никогда. Вот, потому что внутри этого состояния человек чувствует себя уставшим, измученным. Но сама эта усталость и измученность говорят его затемненному сознанию, что вот он же страдает, он же крест-то ведь несет. Он мучается ради Христа, вот в храм приходит, вот то делает, другое. Он же страдает ради Христа, страдает, никакого толка в этом нету, наоборот, его все раздражает, все возмущает, все бесит, он недоволен всем, и Богом в том числе. И говорит об этом ничто уже сумняшися, вот, как ни один человек, с которым мне пришлось прекратить общение. Он однажды там сказал очень с употреблением нецензурной лексики про Бога. Вот, и говорю, как вы можете, он говорит, а я всегда так общаюсь, а что такого-то, у нас с ним такие отношения сложились, я могу так с ним говорить. Вот, понятно, что так он ни с каким Богом не говорит, но у него, да, вот есть ощущение того, что он общается с Богом, что он говорит, что он все-таки не какой-нибудь пустой человек, что просто он очень многим расстроен тем, что есть в мире, и Богу предъявляет претензии, и считает, что он вправе эти претензии предъявлять, потому что, ну, если действительно Бог, говоря его языком, накосячил, ну, почему бы я не должен с него спросить? Вот, и вот таких уродливых, неправильных, нечистых, скверных, или просто никаких, как повторяет здесь потом несколько раз Льюис слово, ничто, никаких отношений. У человека, тем не менее, что самое погибельное для этого, у человека остается ощущение, что он делает все правильно, что он Божий человек, что он с Богом, что он идет крестным путем, что у него есть какие-то отношения, что все, что положено, он делает, и поэтому вот это состояние, оно разрушительное, разрушающее, темное, мрачное, тяжело с этим человеком общаться, тяжело его слушать, тяжело его выносить, тяжело с ним встречаться, потому что он несет в себе тьму, вот, но покаяться он не может. А в чем? В чем должен каяться? Грехи я все исповедовал, что еще? Вот, какое покаяние мне требуется? Все грехи, которые я делал, я назвал на исповеди, все. Ни разу не плакал, ну и что? Не обязательно же слезы. Вот, все грехи, которые делаю сейчас, я каждую неделю, там, или каждые две недели хожу исповедовать. Что вам от меня надо? Тяжела жизнь, тяжела. Я бы вот много мог, конечно, я там стараюсь не роптать, не возмущаться, но я мог бы что? Предъявить Богу, почему я, там, 30, 40, 50 лет ходящий в церковь, вот чувствую себя так плохо, а эти грешники поганые, которые в храм никогда не заходят, благоденствуют. Вот, у меня сын болеет, дочь болеет, внук болеет, внучка болеет, вот, все болеют, мама измучена вся, деменция у нее, я измучен этом. У моего соседа, который безбожник, самый натуральный, богохульник, вот, дети здоровы, машины две, дома три, вот, мама здоровы, папа здоров, дожили за 100 лет. Вот, где справедливости, спрашиваю. Так что, вот, не надо меня, там, к покаянию призывать, там, что-то мне говорить такое, втирать мне что-то. Да, я до смерти буду ходить в церковь. Вот, куда деваться-то? Буду ходить, потому что, вот, трудно этот путь, но, вообще-то, я недовольен. Тем, как Бог распределяет благо, тем, как Он вот все это делает, вот, это, что-то в этом неправо, или вы в этом что-то не понимаете, или Бог, это самое, что-то не так делает, как мне один. Человек писал в письме, неужели вы не понимаете, что Бог просто обманщик? Он всех обманул. Он обещал, что будет то-то, 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 на самом деле совсем не то. Вот, у многих такое ощущение, но я говорю, самое страшное, то, что они не могут покаяться, потому что они чувствуют себя делателями заповеди Божьей. При этом, настоящие заповеди, они не исполняют. То есть, молиться, ну, с трудом, это скрип, это раздражение-то, но они сцепляют зубы, и как-то там что-то почитают, какие-то молитвы, утренние, вечерние, капречения. Они судят, они превозносятся, они ненавидят своих врагов, да и друзей тоже, да и Бога. Вот, они не любят Бога и не любят ближнюю свою, открыто об этом говорят. Вот, когда говоришь, ну, так вот же ты заповеди, а кто любит, кто любит? Кто любит? Никто не любит, и они хуже других. Вот, ну, были там какие-то Серафим Саровские, ну, и что, откуда мы знаем, что это правда? Может, и не было все не то. Придумали потом сказку про Серафима Саровского, и все. Понимаете, вы живете в, ну, поскольку вы люди, ну, скажем, слава Богу, ограниченные пределами прихода, если вы не лазите целый день в интернете, особенно в ее православном сегменте, вот, то вы считаете, что, ну, как бы все хорошо, замечательно, все спасаются. И правильно так и считаете. Но священник, тем более человек, который более или менее публичный, встречаются очень разные люди. Очень разные люди. И понимаешь, вот то, что пишут здесь в 12-м письме, льюсь, это все правда. Все совершенно правда, так оно и есть. И вот для того, чтобы встать, сам человек не сможет. Для того, чтобы встать, он должен однажды, единственное, что может сделать для него Бог, это показать его состояние. Показать, что он в ужасном состоянии. Что сделает дальше человек, неизвестно. Поэтому Бог не всем это показывает. В таком вот, людей в таком состоянии много, но знают об этом не все. Но вот когда человек видит, что, когда Бог видит, что человеком можно сейчас каким-то образом использовать момент, он показывает, ему как бы снимает прелестный покров с его разума, с его сознания, и вдруг он видит, что никакой он не христианин. Что все возможные заповеди Христа он нарушил. Что ни по словам Священного Писания, евангельского свидетельства, никакой надежды на спасение у него нет. Что он просто человек был в прелести, он был в самообмане, он себе лгал. Вот, обманывался. И вот это состояние, когда находит, он, пережив ощущение, что он в очень тяжелом духовном состоянии, начинает молиться. Вот, поскольку он человек, ну, много переживший, в церковной какой-то традиции, практике разбирающийся, он, просто действительно испугавшийся за свою духовную жизнь или за свое посмертное бытие, он начинает молиться очень ревностно. И вот эта молитва, она сама подогреваемая благодатью, она возвращает его в благодатное состояние, но его испуг настолько глубокий и сильный, что эта молитва становится не только внимательной, а она становится сердечной, поскольку сердце его испугалось, испугалось именно должного, по-настоящему-то этого, и стоит бояться, больше бояться нечего, своей вечной смерти. Вот, поскольку в этот момент сердце болезнует очень глубоко, очень по-настоящему, молитва, внимательная молитва, она очень быстро становится сердечной. Вот, и человек сам того не подозревая, просто от страха за свою погибель, перед своей погибелью, от страха за свою участь, он неожиданно, ну скажем так, овладевает вот этой умной, сердечной, внимательной молитвой. У людей обычно не получается, то есть они вот, обычно-то как люди идут? Люди идут себе путем книжников. Это ошибочный путь, ну не то, что совсем бессмысленный, но он чаще всего не приводит никакому результату. Иногда приводит, но чаще всего нет. Я читаю книжки, и по книжкам стараюсь молиться. Вот так, тут так написано, тут так написано. Если человек прочитал одну книгу, и у него есть, ну скажем так, советник, духовник, наставник, соратник, помощник, который уже знает, умеет молиться по той или иной причине, то из этого может получиться толк, как бы случайно. А если человек читает не одну книгу, а читает хотя бы, как это обычно бывает, две-три книги, он быстро понимает, что о молитве люди пишут по-разному. И он начинает выяснять, а как вот, а где это, а как это, а почему это так пишут, а чего так. И все, ум начинает двоиться, и молитва у него не получается. Он думает, то ли так, то ли так. Если есть наставник опытный, он может его выправить, а обычно наставника опытного нет, люди учатся по книгам, и это не получается. Но главное, не получается сердечной молитвы, потому что, ну, внимательную молитву стяжать может любой человек, если он исполняет заповеди Божьи и достаточно терпелив. Но сердце у него все равно не открывается, потому что, чтобы сердце открылось, оно должно страдать. Оно должно быть в каком-то чувстве очень сильном, чтобы туда проникла умная молитва. Вот, то ли он переживает за себя, за свою вечную участь, или за свою болезнь, или за болезнь своих близких. Но что-то должна быть очень глубокая скорбь и переживание, чтобы во время совершения внимательной молитвы, молитва, как говорят святые, сошла в сердце, чтобы ум и сердце соединились, чтобы двери сердца открылись, ум вошел в сердце и стал бы там молиться. Только тогда, когда сердце переживает глубоко, тогда оно открывается. В обычном состоянии человек просто хочет научиться молиться. Вот, предел его человеческих возможностей – это внимательная молитва. Человек может, да, может и должен, и это, скажем, то, что ему по силам, если, как я сказал, у него есть терпение, и он исполняет заповеди Божьи, он может научиться внимательной молить. И все. Дальше, чтобы ум сошел в сердце, у него не получится, потому что для этого нужно страдать, нужно переживать скорбь, нужно, чтобы сердце вот в этой скорби было, как бы вот чувствовало что-то глубоко. Только так молитва входит сама в сердце, и ум молящийся может стоять посреди сердца. Понятно, что враг наш, он именно этого-то делать и не хочет. Он не хочет, чтобы у нас это получалось. Он не хочет, чтобы мы испугались. И поэтому всячески нам вот эту самую прелестную мысль о том, что все нормально, он нам, ну, скажем, внушает. Что все у нас хорошо. Но мало того, что внушает мысль о том, что у нас все хорошо, по этой причине с нами ничего не происходит. И это одна из загадок, которые часто люди не могут, ну, церковные люди, люди, ходящие в храм, не могут понять. Если бы я был такой грешник, так ты, батюшка, говоришь, у меня бы какие-то грехи и смертные были. А я вот не пью, не курю, жене не изменяю, по сторонам не глазею, на баб не пялюсь. Вот, что у меня, значит, все нормально, потому что я бы тогда грешил. А вот ты, скажем, или он, или она, вот смотри, что у них творится. А у меня все хорошо. Враг-то потому и не подбрасывает нам падение в эти тяжелые грехи, что тяжелый грех сам по себе ясно свидетельствует, что у меня все плохо. Если я ходил, ходил в храм 30 лет, а потом взял и согрешил, и изменил своей жене, или там украл в храме деньги, просто вот, ну, видел, лежит 5 тысяч возле кружки. Думаю, иначе никому не нужно, Бог не посылает. Вот, взял, стащил. Вот, и потом прихожу, ну, уж, так я же вор, я же у Бога уткрал. Или там еще что-то. Вот, авария со смертельным исходом, по моей глупости, вине, или пьянству, или еще чему-то. Короче, происходит нечто страшное, что меня отрезвляет. Вот, сатана в этом не заинтересован. Сатана заинтересован в том, чтобы я так и жил, чтобы тихонько ворчал на Бога, на людей, тяготился, опять это молитва, блин, да что такое, кто придумал эти правила. То ли у греков живут без всякого правила, захотели помолились, захотели, не помолились. Че у нас тут какие-то правила выдумать, какую-то подготовку, исповедь какую-то придумали, там, правила ко причащению. Пришел, причастился без всякой подготовки. Че мудрить-то, че тут накуролесили, или фарисеи поганые, вот, ворчать, бурчать, посты, пять поста, пять пост, да сколько можно. Христос же говорил, не надо поститься, а мы тут постимся, все вымучиваем из себя, что-то там делаем, пытаемся что-то доказать. Церковь ходить, что, лавки не могут поставить, что ли? Давно все сидят уже во всем мире, а мы все стоим, как столбики. Ну и так, все про то, про иконы, про облачение, про вонь в алтаре, кодильную, про росписи неправильные, про отсутствие лавок, про неправильные хоры, неправильные чтения, и все, вот, вот, ворчание, ворчание, ворчание. Например, человек ходит, ходит в храм, нарушает заповеди, но никаких страшных падений с ним не происходит. Это самый простой, самый легкий, доступный путь каждого в ад. Вот, ничего, собственно говоря, происходить и не должно. И вот, если человек не встанет, если он не ужаснется своему состоянию в результате просвещения Божьего, или в результате, там, падения страшного, если он не восстанет, то постепенно его жизнь сводится, как пишет дальше Ильюис, к полной пустоте. Вот меня с некоторого времени всегда поражает, ну, много-много лет уже, но поражает вот этот эпизод из жития преподобной Марии Египетской. Не эпизод даже, всего лишь одна строчка, она пытается пробиться в храм. Она пытается пробиться в храм. Как? Ну, ты не то, что накануне грешил, ты последние там 17 лет из греха не вылазил. Ну, как бы надо как-то вот, ну, не так же не с толпой заходить, ну, вот, не пускает ее сил. И она думает, за какой грех, интересно? А что они так делают? Понимаете? То есть даже у ней закоренелой блудницы, профессиональной блудницы, нет мысли, настолько она привыкла, не только к тому, что она грешит, а к тому, что все грешат. Вот она садится на корабль, который наполнен кем? Паломниками. Ей в голову не приходит, что ей могут отказать, и могут просто скинуть воду, ну, ты что тут поганешь нас в корабль? Нет! Она уверена, что она не останется без работы. Понятно, что ее направляет промысел Божий. Она садится, она живет в заведомо христианском городе, она садится на корабль, в котором как бы паломники, то есть люди уже, ну, более или менее, как бы ревностные, поехали на святое место, на святое. Вот, и она знает, что она без работы не останется, и не остается. Ни одного дня, ни одной ночи, они не остаются без работы. То есть для нее это нормально, ничего особенного нету в том, что она будет нас шокировать, а ее нет. Она живет в православном городе, к ней ходят православные люди, к православным мужикам ходят, православный юноша. Она сама православная девочка, крещенная с детства. И ее ничего не ужасает, а что, нельзя, что ли? Ну, все так делают. Вот, и поэтому она как будто, вот, ну, интересно, толпа идет в храм, чего бы мне не сходить? Не пускает. Ну, ладно, а за что интересно пускает? Я же ничего особенного не делаю. И вот тогда, собственно, могло на этом и кончиться. Но вот на этот вопрос, за что такое, в обычном состоянии, никакого ответа нет. Ну, мол, догадайся, мол, сама. Вот. А ей был ответ. Вот в этот, поскольку Бог ее специально сюда привел, и он ее искал, и он ее ждал, вот, он как только услышал этот вопрос из сердца, за что? Он ей показывает, за что. И вот тогда она вдруг увидела всю свою жизнь, поняла, кто она такая, вот, не своими глазами, не глазами других верующих, она увидела себя глазами Бога и ужаснулась. И пришла в ужасный трепет, и вот с этого, собственно, началось ее обращение, ее покаяние, ее изменения, и все дальше, последующее. Вот. А если человеком этого не произошло, если человек не получил благодатных изменений, вот, то тогда он постепенно сползает вот в это ничто, он почти ничего не делает, жизнь парализована, если он работает, то он работает, вот, тяготясь работы, приходя с работы домой, а дома ничего не делает. Ну, какое-то время он смотрит какие-то фильмы, читает еще какие-то книги, и не понимает, что книги и фильмы, это просто остаточное явление благодати, которые пока прямо из него уходят, в конце концов, склоняются просто к пустоте, к ничто. Просто сидит, смотрит потолок, вот, что-нибудь там вытаптывает, высвистывает, выдумывает, сочиняет, ничего не делает, ничего не делает, часами сидит, ну, сейчас есть интернет, смотрит шоты, вот, просто листает видео, вот, из конца в конец, там, про что-то, какие-нибудь приколы, пранки, тикток, фрагменты из фильмов, бесконечных корейских сериалов, вот, где все там, вот, на одно лицо, и примерно одним и тем же занимаются, или китайских сериалов, или японских боевиков, или американских, бесконечных, бесконечных, одно за другим, пересказы фильмов, пересказы мультфильмов, какие-то фрагменты серии, отрывки, вот, как-то заполняется, плыву в день, и он, ну, любой бы мог сказать, что это пусто, но так живут тысячи христиан, христиан, они говорят, меня посетило уныние, но это не совсем уныние, это на самом деле, не уныние, а жизнь, она уходит, ушла, почти, почти не осталась, и вот в этой ситуации, очень важен один момент, Льюис о нем не говорит, вот, используя некое образы, некоторые образы Писания, я скажу, очень важный момент, это друг, очень хорошо, когда у человека есть друг, не потому, что он будет ходить и пилить, ну, чего ты всякой фигней страдаешь, ну, чего ты ерундой занимаешься, ну, чего тебе делать, нечего, пялишься в этот дебильный интернет, смотришь всякую ерунду по интернету, там, давай, молиться, давай, нет, это все не работает, ну, и друг не в этом, это может сделать любой человек, даже жена, вдруг он начинает молиться, он принимает на себя всю боль, понимает, что человек не видит, не чувствует, не знает своей беды, выкарабкаться не может, и он начинает молиться, молиться очень ревностно, очень глубоко, и поскольку он друг, поскольку он любит, поскольку они близки друг с другом, то эта молитва вдруг неожиданно поднимает человека с колен, или точнее из грязи, вытаскивает человека, в нем проклевываются роски благодати, а главное, главное, он рядом с собой видит человека, который его не упрекает, а просто любит, который не разделяет с ним его уныния, или депрессии, или пустоты, но любит его, не отворачивается от него, и через это он начинает понимать, если человек близкий так ко мне относится, то насколько больше любит меня Бог. Вот эти глаза, лицо друга, оно неожиданно ему являет лик Христов, он показывает, свидетельствует, точнее, этому человеку своей терпеливой любовью и заботой, своей тем, что он не обличает, а плачет за него, свидетельствует о любви Христовой. Вот, и это действительно приводит к восстановлению человека. Ну, и последний абзац двенадцатого слова, очень тоже интересный. Ты скажешь, что все вот это, ну, там, вот сериалы, какие-то бесконечные YouTube, бесконечные анекдоты, бесконечная какая-то ничего не значащая переписка, вот, просто ничто. Ты скажешь, что все это мелкие грешки, тебе, конечно, как и любому молодому искусителю, больше всего хотелось бы, чтобы ты мог доложить о какой-нибудь картинной подлости, но помни, самое важное, в какой степени ты удалил подшефного от Бога. Неважно, сколь малы грехи, если их совокупность оттесняет человека от света и погружает в ничто. Убийство ничуть не лучше карт, если карты дают нужный эффект. Поистине самая верная дорога в ад та, по которой спускается постепенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов и без указательных столбов. То есть, на самом деле, страшный грех, конечно, опускает человека в ад. Но страшный грех, и потому страшный, он свидетельствует человеку о том, что он изрядный негодяй. И это может стать основанием покаяния, потому что он страшно согрешил и знает, что надежды у него нет. А маленькие грешки ничего не значат. Но гораздо больше, гораздо спокойнее уводит человека в ту же самую погибель настолько, что он даже об этом не догадывается. А в этом есть очень хорошая, умная книга у епископа Иоанна Шаховского. Называется «Апокалипсис мелкого греха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин